Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер GTA 5. Всё как всегда. Если я говорил, что в прошлый раз это самый лучший АХК-бот, то я ошибался. Потому что этот бот, который я прямо сейчас вам солью, это просто самый-самый-самый лучший бот. А почему? Смотрите дальше ролики. А я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Собственно, неделю назад, 25 августа, даже больше уже прошло, вышел ролик, где я слил, как я говорил, лучшего АХК-бота для биржи. Суть его заключалась в том, что ты приезжал на биржу, смотрел, что самое выгодное, да. У меня было 4 файлика. Это картошка, раки, металл и ещё что-то там, не помню уже, доски вот. Ты приезжал, нажимал определённую клавишу, это нам 8 и нам 9. Нам 8 включал скрипт, нам 9 выключал, если не ошибаюсь. Также он автоматически слаживал и забивал фулл-тачку. Вообще, кто не шарит, что такое АХК-бот? Это скрипт, где он сам нажимает Е, чтобы лутать. И также сам слаживает в инвентарь твои ресурсы. Сразу хотел сказать, что этот АХК-бот работает только на расширении Full HD, то есть 1920 на 1080 пикселей. Если у вас монитор другого расширения, то он работать просто не будет. Он будет работать, да, но он слаживать будет некорректно. Если вы хотите, чтобы он слаживал корректно на другом мониторе с другим расширением, вам просто нужно открыть этот АХК-скрипт через любой редактор и поменять координаты. Также, если у вас каким-то образом не работал предыдущий скрипт, я сейчас назму все ошибки и все приколы, какие вы могли допустить, чтобы он перестал работать. Первое, это не скачанная та версия автохоткея. Это все мы разберем позже при установке. Второе, вы не запустили его от имени администратора. Третье, у вас не то расширение экрана. Четвертое, вы, когда собирали ресурсы, не залезли именно на крышу автомобиля. И пятое, это то, что вы могли не поставить полное расширение экрана в игре. В принципе, это все ошибки, которые вы могли допустить, чтобы АХК-бот не работал. Давайте теперь перейдем к установке. Знаете что, вам потребуется скачать автохоткей. Сейчас я вам это покажу. Потом вы заходите по ссылочке в описании, скачивайте мой скрипт, который находится на гугл диске. Скачивайте его. Ну, в принципе, дальше уже посмотрите в самом ролике. Первое, что вам нужно установить, это автохоткей. Мы пишем в гугле автохоткей, либо заходим по ссылочке в описании, заходим на официальный сайт, нажимаем Download и выбираем Download Current Version, то есть текущую версию. Нажимаем и устанавливаем. Я думаю, там сложно, ничего нет, разберется даже школьник. В описании ссылочка на гугл диск. Переходим и скачиваем вот такой вот один файл, который называется SSD, автохоткей, скрипт, короче, Home. Это специальная роль для тех, кто смотрел предыдущий ролик и не понял, как установить, либо у него нету нумпада, да. Знаете, что мы делаем? Нажимаем правую кнопку мыши, запуск от имени администратора. Дальше нам выскакивает такой вот, блин, а не покажу вам, к сожалению. У вас появится такая менюшка посередине экрана, я просто записываю второй экран, а не первый, вот. У вас появится менюшка, где написано, вам понадобится новое приложение, чтобы открыть автохоткей файл. Вот, и мы просто нажимаем автохоткей юникод. И потом справа внизу, там где дата у тебя, вот здесь. Вот здесь будут те значки языка, громкости, интернета, и здесь появится зеленая кнопочка H, то есть хоткей, вот. И у вас должно появиться вот такое вот меню, вот. Это означает, что бот уже запущен. В принципе, мы заходим в игру и готовы уже пользоваться. После всех проделанных действий мы заходим в игру, едем обязательно бежу, смотрим, что сейчас выгодно. И в зависимости от того, что сейчас выгодно, едем лутать. Также сейчас будет пример лутания, как бы у вас на экране. Поехали. Значит, пацаны, приехали мы на металлолом. Глушим автомобиль. Обязательно залазим на крышу, прям в обязательном порядке. Закрываем двери, все, остановились. Ничего не нажимаем, ни E, ничего. Дальше, как вы видите, сейчас клавишу управления, либо я их продублирую в описании ролика, конечно же. Home это farm, досок. End это металл. Page up это картошка. Page down это раки. Insert это окончание. Это еще клавиши, которые находятся выше стрелочек. Мы сейчас на металле, поэтому нажимаем End. У вас нет подходящего инструмента. И Insert сразу вырубаем его, потому что он сейчас может зациклиться. Ножовка по металлу. Это сюда. Q. Опять нажимаем End. И лутаемся. Все. Я не знаю, что здесь такого сложного. Многие говорят, что у меня не работает, скрипт не рабочий. Ну блин, у меня работает, пацаны. Значит, вы что-то не то делаете. Я надеюсь, после этого ролика у вас вопросов никаких не будет. По классике, сейчас он пособирает сколько там, 20 единиц. И когда будет перекидывать, я вам покажу. Вот, нажимаем посмотреть багажник. Теперь у нас фул инвентарь забит. И он просто берет и сам все слаживает. Я ничего не трогаю. Может быть так, что у вас весь инвентарь будет не забит, а он начнет слаживать. Это из-за того, что там у вас могут собраться эти микросхемы и т.д. Так что вы не переживайте. Ну, когда забили весь инвентарь, можно ехать и сдавать уже. Но перед этим мы поедем на раки. Этот самый момент, когда я только что собирал металлолом, я покажу, что сейчас не нужно переключать, как на прошлом АХК. А мы просто приезжаем, нажимаем другую кнопочку, и он начинает собирать вообще другие ресурсы. Значит, отправляемся туда. Открываем инвентарь. Сейчас поменяем, короче, инструмент. Так, оп, сюда. Значит, ножовка. Нам раки нужны. Оп. Если не ошибаюсь, раки, чтобы собирать, нужно нажать пейдж даун. Поэтому мы залазим на крышу, нажимаем пейдж даун. Все. И теперь он собирает раков. Забыл показать вам. Здесь же новая система сдачи уже этих ресурсов. Уже не выйдет спиздить у кого-то с багажника или еще что-то. Мы заезжаем вот на такую вот метку. Тачка ТП хается в шестиместный гараж, если я не ошибаюсь, такой у GTA 5. Вот. Мы можем подойти теперь спокойно к багажнику. Зажать контрол. И тыкать просто по каждой иконке. Если кто не знал, не обязательно переносить. Можно просто левый контрол зажать. Насчет правого, кстати, не знаю. А правый тоже работает. Все нормально. Так. Оп. Все. Перенесли. Забили инвентарь. И идем себе спокойно сдавать. И никто вам мешать не будет. Давить. Убивать. А все будет максимально спокойно. Итак. Последняя партия. Подходим к джеффу. Все. Продать все. Продали. Заработали там количество. Я не знаю сколько. Теперь подходим к автомобилю. Открываем его. Можно теперь не закрывать. Или там, где зарабатываешь на ресурсах. Вот. И просто выезжаешь на красную метку. Вот. Ты пахаешься. И я ищу тебе спокойно. Вот такой вот видос вышел. Я надеюсь, вы поставите лайкос. За то, что мне Санек, инспектор, опять помог. Силу специально для вас от этого бота. Я у него даже не просил. Он сам сказал. Можешь слить типа, если хочешь. Давайте скажем ему большое-большое спасибо в комментарии. Я надеюсь, ему это понравится. Знаешь. Топ-3 фишки. И почему этот бот удобнее, чем тот. Значит, во-первых, вам не нужно альтабаться. Сворачивать, разворачивать игру, чтобы запустить тот или иной скрипт. Это во-первых. Вы просто запускаете один. Второе. Это то, что все клавиши находятся над стрелочкой. То есть, люди, которые играют на ноутбуках, либо на клавиатурах, у которых нету нумпада, теперь могут свободно пользоваться теми клавишами, которые находятся над клавиатурой. И они не будут им мешать. Ну и третье. Сразу все боты у вас в наличии. Можете сразу всеми пользоваться. Это больше к первому. Ну да ладно. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Поставь лайкос, подпишись на канал. Еще раз говорю, что этот бот пока что не запрещен на сервере, так как таковых правил еще нет. Так что можешь свободно скачивать и пользоваться. Также, если у тебя что-то не выходит, можешь написать в комментариях. Либо я, либо другие игроки могут тебе ответить и помочь. Также давайте, если на этом ролике соберем, ну давайте лайков 100. Да, давайте лайков 100, это будет нормально. И я солью, ну с помощью Санька, конечно же, вот, бота на рыбалку, которого вообще почти никого нет. Их продают там в Дискорде по 500 тысяч, что-то мне говорили. Вот, а я солью его бесплатно. С вас просто 100 лайков. Я думаю, вам не сложно, мне очень приятно. В принципе, на этом все. Я желаю вам хорошей рабочей недели. Кто там в школе, кто там на работе, кто там в универе. С тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.